Приветствую всех друзей, в сегодняшнем видео по просьбе подписчика расскажу о Демоне Ваал и я попытаюсь разобраться об этом и рассказать вам. Это очень опасный и хитрый демон. Если вам интересна данная тематика, паранормальные явления, тогда подписывайтесь на мой канал и давайте узнаем, кто такой этот демон. Современная демонология расслабляется на информации из древних писаний, большинство которых было расшифровано и переведено в период Средневековья. Часто случалась путаница, в результате которой слова древних летописей были неправильно столкованы. Поэтому появилось множество теорий и версий о происхождении жизни демонов, их внешнем виде и роде деятельности. Сейчас же любой человек может создать собственную теорию о чем угодно, основываясь на фактах или же собственных священиях. Поэтому при рассмотрении древних существ лучше обращаться к материалам, которые имеют давнюю историю. Основным источником знаний о демонах является Библия, в которой упоминаются имена, если не всех демонов, то многих. А ведь эта книга является священной и вся информация в ней принимается за чистую монету. Поэтому из существования рая и ада, ангелов и демонов не подвергается сомнения у верующих христиан. Существует и множество демонов, которые не упоминаются в священной книге христиан, а имеют куда более древнюю историю. Здесь множатся разные версии их происхождения, и нельзя точно сказать, какая из них окажется правдивой. Вал или Бал, согласно мнению историков и археологов, один из древнейших человеческих богов, которому поклонялись пеникийцы и семиты. Согласно мнению многих богов, христианских и чудеских богословов, это один из страшнейших адских демонов. Кто такой Вал, Бал, известный как Вал, Бэл или Балу, древний бог семитских народов средиземно-морского побережья, отличался могуществом и жестокостью, был первым оформившимся глобальным богом-покровителем. В пользу факта свидетельствует, что Бал во многих семитских языках, в первую очередь, эпинийском, слово, обозначающее бога в целом. Существовало много разных ипостасей Бала, названных по местности, где ему поклонялись, или сфере влияния. Примеры местных или стихийных наименований Бал-Гал, Бал-Пеор, либо Вал-Хадад, покровитель бури, или Бал-Шамим, бог солнца. Бал-Шамиму принадлежит один из древнейших храмов сирийских Пальмиры, дошедший до современности, почти идеально с Арханишейся и уничтоженный исламскими террористами. Особенностью культ Вала историки называют присутствие в ритуальной деятельности жертвоприношений, в том числе человеческих, детских и наличие масштабных оргий с участием практически всего населения, которые должны были обеспечить земле плодородие и символизировать ритуальный брак Вала с супругой богини Астарта. Сфера влияния Вала в культуре, где демон занимал доминирующую позицию, была крайне широка. Балу был богом, вермаверсом, что ассоциировало его с древнегреческим Зевсом или римским Юпитером. Вал покровительствовал солнечному свету, а в период расцвета пеникийской культуры защищал мироплавателей, пиратов и торговцев. Римляне и греки Наиболее известно убийство жрецов Вала библейскими пророками Ильей, прославившимися искоренением езычества и прижизненным вознесением на небеса. В связи с широкомасштабной борьбой произошла демонизация Бала. Карфагенский Бал-Хамон – изначально центр культа Бала, древнефиникийский город Тира, но наибольшего рассвета и известности достигла вера в древнем Карфагене. Последователи карфагенской религии обеспечили Бала крывавыми жертвами. Бал-Хамон – сын Дагона, божества плодородия, изображавшейся в форме рыбы. Упруга Дагона, богиня Танит с ольвиной головой, выживала жестоким проявлением богини Астарты. Имя Бал-Хамона возникло из-за смешения культов Бала и вавилонского Зевса Амона. В результате первоначальных солнечных бог получил атрибуты воителя-громоверца. Схожесть с Зевсом обеспечивалась наличие у обоих богов в качестве животного символа быка. Покровительство Бал не только в войне, убийством и огню, имея более мирную ипостась, как покровитель плодородия, семейных уз и достатка. Жертву Балу приносили в первую очередь детей. Малышей до семи лет буквально бросали их в огромный костер в честь Бога. Современные исследования говорят, что чаще Бал-Хамону приносили в жертву погибших детей, придавая их огню, а жертвование первонцев – миф. С фактом жертвоприношения несовершеннолетних совершаются все историки. Подтверждается факт римскими и греческими указами, запрещающими корфегянам приносить детей в жертву. Один из наиболее масштабных актов жертвоприношения произошел во время осады Корфегена, греческий полководцем Агафоковым. Корфегяне решили, что Бал больше не покровительствует им, потому что народ перестал убивать в его честь собственных детей. Долгое время жертву приносили здесь и чужаков. В результате около 200 представителей городской знати добровольно отдали собственных детей, а еще 300 взрослых человек приняли решение войти в костер. Кровавый бог принял подношение, осада стала тяжелой для войска Агафокова. Греческий завоеватель вынужден был отступить. Историки и исследователи отождествляли Бала с Молохом из-за названия ритуала сожжения Мол, крайне созвучного с именем, честь Молоха тоже приносили жертву детей. Другие имена Бала, связанные с ним большинство, исторические личности. Имя Бала во многих местностях было нарицательным. А различия в культурах народов, на территории которых был распространен культ Бала, велики. Современные историки и ученые, изучающие мифологию и религию древних народов, часто путают между собой отдельных богов и появившихся на основе древних культов демонов. Долгое время существовало заблуждение, благодаря которому демон Молох отождествлялся с богом, Валом, из-за неправильной трактовки одного слова. Путали между собой Бала Мелькарта, покровителя моря плавания. Были общие черты и у Вала с египетским божеством Петбе, которого называли Пет-Бал, покровитель неба. Следует отметить, имя Балу так называли Вала на территориях Эфиопии и южных африканских государств. В чернокожих племенах бог дал основу другим кровожадным и более странным и жестоким культом. Есть определение родства Бала с демоном Везиолом. Имя Везиола возникло позже и стало примером специальной словесной конструкции. Демон Бал – существо из средневекового гримуара. Борьба с культом Бал была одним из основных направлений деятельности раннекрестьянских и еврейских пророков. Довольно быстро божество пополнило в религиях пансион демонов. Идолослужение и поклонение Балу каралось строго. В средневековье это привело к тому, что имя Бал соотносилось с сатаной, как владыка ада. Нахождение гримуара малого ключа Соломона позволило упорядочить адскую иархию, в которой Бал, Баэль, занимал первое место среди остальных демонов. Бал считался королем Востока, мог предстать перед вызывающим в виде жабы, кота или человека. Иногда во всех трех сущностях сразу три головы расположены на паучьих ногах. Согласно готической традиции, силы хвала предоставят человеку способность становиться невидимым и наделить сверхъестественную мудрость. Во власти Баала находятся 66 легионов духов ада, которые могут выполнить практически любую задачу. В заключении, я хочу сказать, что не стоит обращаться к таким сущностям, так как они очень коварны и не сулят ничего хорошего для человека. Баал, типичный случай, демонизации древних божеств, что оправдано с учетом жестокости культа. Прежде чем вступить на опасную дорожку связи с могущественным божеством или демоном, следует крепко задуматься. Если вам интересна данная тема о парадермальных явлениях, то советую вам посмотреть видео на моем канале, где я подробно рассказываю о них. Друзья, а вы что-нибудь слышали об этом? Расскажите об этом в своих комментариях. Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить все новинки на канале. А также, если вам нравится данная тематика, нажмите лайк под видео. До скорой встречи! Зимура! Субтитры сделал DimaTorzok